Отряды на торжественную линейку, посвященную открытию первой спортивной профильной смены чемпион, построены и готовы. Лето, жаркая погода, праздничное настроение и открытие спортивной смены. Все эти события переплелись между собой в минувшую субботу. Уникальное событие для настоящих чемпионов в лагере «Зеленые дубки». В торжественной обстановке впервые была открыта спортивная профильная смена чемпион. На этот масштабный праздник приехали руководители организации и учреждений города во главе с мэром нашего города. Именно Борис Беляев проявил инициативу по созданию этой смены. Идея возникла, общаясь с тренерами нашими городскими и по дзюдо, и с тренером по греко-римской борьбе. Мы хотели провести сборы в городе Кумертау наших борцов, но потом идея начала расширяться. Тема начала проводить масштабы. Уже помимо городских мероприятий нужно, чтобы приходили сюда и республиканские дети. И решили сделать, восстановить, можно сказать, традиции наши советские. Создать профильную спортивную смену в «Зеленых дубках». Вот эта идея возникла у нас именно вместе с тренерами. И туда привлечь дополнительно, помимо борцов, но и дзюдоистов, и боксеров, и лыжников, и так далее. И вот сегодня мы видим, как прекрасное настроение у наших детей в этот день, когда мы открыли эту смену. Мы специально хотим, чтобы эти смены были традиционными. Чтобы дети, спортсмены, чемпионы наши, они стремились в эти смены, ждали этой смены. Ну и, конечно же, мы знаем, чувствуем, что такие смены, они просто закаляют силу воли в наших детях, прививают любовь к родине, к родителям, ну и, конечно же, к спорту. На сегодняшний день оздоровительный лагерь «Зеленые дубки» без преувеличения входит в число лучших детских лагерей Юга Башкирии. Здесь ежегодно ведутся работы по обновлению и улучшению технической базы. Для комфортного пребывания детей в лагере ежегодно проводятся ремонтные работы и по благоустройству корпусов. Борис Владимирович ознакомился с условиями проживания воспитанников лагеря, после чего принял участие в церемонии открытия. Мы хотим восстановить эти давние советские традиции проведения спортивных смен в наших детских лагерях, чтобы наши дети, вы, наши чемпионы, наши спортсмены смогли перед началом нового учебного года восстановить силы после каникул. Мы надеемся на то, что вы забудете же такое, телефоны, гаджеты. Мы надеемся на то, что вы приобретете здесь новых друзей, приобретете здесь новых товарищей, еще больше полюбите спорт. И в дальнейшем вы будете прославлять своими достижениями наш маленький город Кумертау. Маленький, но гордый город Кумертау. Профессионально оборудованные площадки помогут реализовать себя в таких видах спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, гимнастика, плавание. Каждый день для ребят будет состязанием в меткости, силе, выносливости и скорости. И в конце каждого дня будут выявлять самого результативного спортсмена, которому будет предоставлена возможность поднять флаг смены. Прошло только два дня, а у спортивной смены уже есть свои традиции. В этот день такая честь была предоставлена представителю из делегации греко-римской борьбы Александру Чугадаеву. После чего, как состоялось официальное открытие спортивной профильной смены «Чемпион», продолжилось торжество на эстраде. Каждая делегация представила свой вид спорта и продемонстрировала свои навыки и умения. А для делегации из администрации была подготовлена увлекательная спортивная викторина. Взрослые смогли окунуться ненадолго в детство и зажигали вместе с детворой. Концертная часть прошла на ура. Пократите, гости или чемпионы! Пократите, гости или чемпионы! Ребята на спортивной профильной смене «Чемпион» будут усиленно заниматься спортом. И на 21 день поселятся не просто в обычном лагере, а в настоящей олимпийской деревне. Каждый отряд – это делегация, представляющая свой вид спорта. Ребята поделились с нами первыми впечатлениями. Мне нравится, допустим, как проходят наши тренировки. Нам сказали, что у нас будут тренировки в плане силы. Мы будем готовиться к новому сезону и будем побеждать, стараться. Вот так. Тренер предложил нам позаниматься, поехать, чтобы набрать больше опыта в баскетболе. И я согласилась, просто поехала. У нас тренировки два раза в день проходят, тут им пробежка. Питание вкусно кормят. В принципе, все хорошо. Стать выносливее, потом набраться каких-нибудь, ну, опыта набраться в баскетболе, в том же самом, как бы, завести побольше друзей и все. Мой летний отдых начался позитивно. Мне нравится лагерь. Рената Гайсина, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Поднимаем взгляд в небеса, слышим их голоса.